Один из наиболее сохранившихся храмов на территории Херсонеса Таврического будет в ближайшие дни обмерен при помощи современного суперточного объемного лазерного сканера. Все архитектурные элементы будут замерены с точностью до доли углового градуса и до миллиметра. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Сергей Алексеевич Беляев считает себя самым старым археологом-исследователем Херсонеса. Приехал он сюда студентом третьего курса в 1958 году и до сих пор не может расстаться с Херсонесом. В этот раз ученого в заповедник привела задача обмера христианского храма 6-10 веков нашей эры. Почему именно этот храм, этот объект выбран для обмеров? Тут несколько оснований для принятия было такого решения. Первое основание. Он сохранился лучше всего. Когда его раскопали в 1897 году, то в некоторых местах стены сохранились до начала сводок. Первое. Второе. Это единственный храм, где в значительной мере сохранились дверные проемы и окна. Следующее. Практически целиком здесь сохранился интерьер храма. Он упал, он разрушился. Это мрамор, который является частью литургической жизни, которая здесь происходила. Но, к сожалению, до сих пор эти мраморы не связывались с этим храмом, хотя в свое время это было четко обозначено. Обозначено. И не дана их реконструкции, то есть не дана реконструкции тех сооружений, частью которых они являлись. И вот сейчас работа над этим, и она позволит восстановить, как выглядел этот храм в то время, как он действовал как храм. Эти меры, они позволят очень точно определить высоту храма, его все, и позволят дать основание для его реконструкции. Реконструкцию двоякого вида здесь предполагается сделать. Во-первых, с момента обнаружения храма, с момента его раскопок в 1897 году, несмотря на все старания и музея, и пришественников, все-таки часть стен обвалилась. Верхняя часть. По моим наблюдениям, от полуметра и до метра. Значит, имеются фотографии, сделанные момент раскопок. И вот к тем обмерам, которые будут сделаны, можно с помощью фотографии будет добавить те участки стен, те верхние края стен, которые за сто с лишним лет, которые прошли с момента раскопок, они обрушились. Это реконструкция, значит, на момент открытия храма. И вторая, я говорю, что когда будут обработаны архитектурные детали, обмерены, посмотрены все аналогии, я надеюсь, что удастся восстановить и тот облик, который храм имел в момент своей жизни. Работу будут проводиться на средствах гуманитарного фонда, и бюджетных денег заповедника не потребует. Мы сейчас с вами присутствуем при начале нового проекта, который будет проводить здесь Сергей Алексеевич Беляев на средства Российского научного гуманитарного фонда. Этот фонд выделяет средства на научные исследования, и вот средства, выделенные на обмеры этого храма, будут реализованы здесь, в Херсонесе. Сергей Алексеевич, как он сам уже сказал, один из старейших исследователей Херсонеса, крупный исследователь, его интересом является церковная археология, храмовое строительство. Он очень много работ написал в этой области и является авторитетным исследованием. И мы очень рады, что он вернулся в Херсонес для продолжения своей работы, что будут практические работы, которые мы сможем применить в дальнейшем и для музея. Кроме того, что будет теоретическая часть проведена, обмеры, потом интерпретация и реконструкция, идет речь только о графической, естественно, реконструкции. И никаких сводов мы не собираемся восстанавливать, это не практикуется в настоящее время. Но у нас будет возможность получить представление о том, как выглядел в данном случае этот храм и то, о чем говорил Сергей Алексеевич. Мы ценим все наши контакты научные, в том числе с Российской Академией наук, поскольку это давние связи. Херсонес – это колыбель христианства, она связывает все славянские народы и все научные проекты, культурные проекты для нас необыкновенно ценные. Ну и кроме того, те точные обмеры этого храма, которые будут сделаны в ходе работы, они нам очень важны, они помогут нам в дальнейшем при наших реставрационных работах, при музеификации объектов. Это очень хорошо и мы будем поддерживать такого рода проекты у нас в Херсонесе. Для решения этой сложной задачи приехала группа специалистов из Ростова-на-Дону. Возглавляет ее доцент Института археологии и искусств Южного федерального университета Максим Евгенко. Цель визита заключается у нас в обмерах храма. Обмерять мы будем с помощью современного оборудования последнего поколения. Это трехмерный лазерный сканер. То есть он позволяет нам создать высокоточную трехмерную модель, уже в которой в последующем можно с ней проводить дальнейшие какие-то измерения, изменения, дополнения. То есть можно достраивать сам храм уже в трехмерных программах. Мы работали на объектах, то есть это в основном южный наш округ федеральный в России. Это и Ростов, большое количество объектов, в принципе, и храмы, Новочеркасск, ну и так по области, в принципе. Сколько времени вам понадобится для того, чтобы полностью работу провести? Ну, работа разделяется у нас на полевой этап, когда мы по месту обмеряем, и камерально. То есть полевой этап у нас где-то будет занимать порядка трех дней, ну и две недели на обработку данных. И уже до конца года трехмерная графическая модель этого храма будет создана.